Зимнюю универсиаду, Енисейскую Сибирь и Красноярское метро. Временно исполняющий обязанности губернатора Край Александр Ус встретился с президентом России Владимиром Путиным. О чем еще говорили во время визита главы региона и как изменится Красноярск в ближайшем будущем, расскажет Максим Лебедев. Что уже сделали в регионе и какие вопросы еще предстоит решить. На встрече в Кремле глава края докладывает президенту, как выполняются его поручения. Владимир Путин посетил Красноярск в феврале. Тогда обсуждали сразу несколько важных тем. К примеру, впервые за долгое время заговорили о продолжении строительства Красноярского метро. По словам Александра Уса, главное, чтобы эта тема не ушла в никуда. Я отдаю себе отчет, что на самом деле 65 миллиардов это серьезная сумма. И мне кажется, если бы мы к этому подошли, может быть, ценных позиций, комплексное решение по скоростным видам городского транспорта. Где-то электричка, где-то вот есть новый скоростной трамвай. Но с тем, чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края. Президент предложил обсудить это еще раз вместе с правительством и Минфином. Важный вопрос на встрече – масштабный проект совместного развития Красноярского края Тувы и Хакасии, Енисейская, Сибирь. В Рио губернатор рассказал, инвестиции в этот проект могут увеличиться в два раза – до триллиона рублей. И попросил поддержать цветную металлургию в крае. Кроме того, в следующем году здесь начнется строительство целлюлозно-бумажного комбината. Стоимость работ – от полутора до двух миллиардов долларов. Одна из главных проблем Красноярска – снос ветхого аварийного жилья. В феврале глава региона пообещал президенту решить этот вопрос максимум за три года. Деньги из федерального бюджета выделили, однако до Красноярского края они так и не дошли. Причина – бюрократические проволочки. Вы спросили о сумме, которая требуется для сноса ветхого аварийного жилья. Все виды работ подтвердили в рамках пяти миллиардов. Мы считали, что перед строительным сезоном день неполучен. Тем не менее, по ветхому аварийному жилью на сегодня просто ноль. Зашла речь о развитии городов. В Норильске и Красноярске власти собираются улучшать экологию. Обсуждая зимнюю универсиаду 2019, УСПО обещал президенту, что все спортивные объекты сдадут срок. Президент потребовал держать подготовку к соревнованиям под постоянным контролем. В целом, встреча была нестандартной. Политолог Александр Чернявский, говорит, удивил тон разговора. Здесь же разговор был очень конкретный, очень предметный. Фактически, это была вторая часть февральского совещания известного. В этом году представители федеральной власти часто прилетают в Красноярск для решения острых вопросов региона. Такого внимания к проблемам края со стороны правительства не было очень давно. Отстаивать интересы региона краевые власти собираются и в дальнейшем. Максим Лебедев, Станислав Смирнов, Илья Сенькевич, 7 канал.